Луина, певица, стаж вождения, два года. Луина, и мой вопрос, который уже стал культовым просто. Во сколько вы сели за руль? Два года назад. То есть вы прям совсем еще вот зеленый водитель. То есть я вам должна задать вопрос, вам не страшно? Нет, нам не страшно, мы своим автоледи доверяем полностью. Луина, что побудило сесть за руль? Ну, просто желание с детства, наверное, сесть за руль, кататься самой, быть хозяйкой своей машины. Первый день за рулем, помните? Ну, помню, я выезжала с автосалона. Я там, по-моему, вот эту гуглую М нажала, но переключилась на нее, и как-то она у меня ехала неправильно, и у меня началась паника. Я начала звонить своему продюсеру, и как-то он мне объяснил все, и все, я поехала нормально. Как-то так. Луина, сотрудники дорожной полиции. Так. Уже знакомились с ними? Да, частенько бывало. То я забуду фару включить, то я, ну, если честно, я нарушала несколько раз, было такое, не специально, то есть, ну, как-то они верили мне, если честно. Отпускали? Они верили, отпускали меня, потому что была такая, на самом деле, естественная прям паника у меня, естественные слезы, поэтому, ну, как-то отпускали. Луина, при выборе автомобиля чем руководствуюсь? Что было самым важным? Эта машина, не та машина, это мои мечты, моих грез, я совсем другую машину всегда почитала. Но как-то получилось, что и по цене мне было удобно, и по условиям всяким различным, поэтому, в принципе, она компактная, хорошенькая такая, дамская машина, почему нет? В общем, я ее вот пока на время взяла, приобрела, скажем так, а сейчас я уже думаю о принятии. А там, как у нее, ну, вот, как мужчина там знает все эти термины, я не понимаю ничего. Ну, понятно, что она экономичная, белого цвета, хотя мне нравится черный цвет, но просто я понимаю, что белый цвет – это практичный цвет, вот, если там поцарапаешь, даже не видно. А в машине репетировать часто приходится? Ну, пока еду, я могу распеваться, да. А петь? И петь, ну, конечно, я же певица, поэтому я как-то… А мы что-нибудь споем нашим утренним телезрителям? Давайте. Надо им поднять настроение. Давайте. Ну, чтобы петь. Наверное, споем авторскую песню, будет логичную. У меня был личный концерт, между прочим, лично для меня. Да, завидуйте. Ну, и так как мы выходим с утра, девчонки, женщины, бабушки даже, скажем так, они собираются садятся за руль и едут по своим очень важным, я считаю, женским делам. Нужно им пожелать что-нибудь на новый день. Что я вам пожелаю? Хорошего настроения, понятное дело, да, чтобы вы всегда были в настроении, чтобы вы говорили друг друга «люблю», и чтобы вы любили свою машиночку, чтобы вы пропускали, помогали людям, не злились, не реагировали. Это самое главное, чтобы не было пробок, чтобы вы всегда успевали, чтобы все было хорошо, чтобы было настроение, работали колонки, радио не зависало, диски не зависали, чтобы все было хорошо. И бензин был всегда, короче, пак полный. И мужчины, чтобы были отзывчивые. Да, и мужчины были отзывчивые. Пока-пока, хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»